Мы постоянно в процессе служебной деятельности стараемся совершенствоваться и изучать опыт мировой в вопросах систем безопасности. И когда было доложено городскому голове о том, что существуют вот такие комплексы, мэра это очень заинтересовало и было, собственно, его инициативой их установить во многих местах города, после чего нами была собрана рабочая группа, которая была ранее создана по строительству системы безопасный город. И на собрание группы было решено сделать пилотный проект для того, ну, лично у меня, как у бывшего сотрудника милиции и полиции, были как за, так и против этого комплекса. И на самом деле были достаточно жаркие дебаты при обсуждении, надо ли на это тратить деньги и насколько будет эффективным комплекс. Лично у меня был аргумент о том, что человек, на которого нападают, не будет бежать к комплексу. Будет убегать от нападающего. Вместе с тем, все-таки, участниками рабочей группы было принято решение установить один комплекс, назвав это, скажем, пилотным проектом, который проработает год, вот на протяжении 21 года. И по его эффективности мы определимся, нужно ли это устанавливать в дальнейшем. До Нового года он работал в тестовом режиме и после Нового года, собственно, зашел в рабочий режим. И я скажу, что я могу с уверенностью сказать, что он достаточно эффективен. В чем его особенность? Любой человек может напрямую связаться на сегодня, он так настроен с нашим оператором, дежурным муниципальной варты. При желании может быть настройка с оператором 102, например. Одно нажатие кнопки и вы разговариваете с оператором, который направляет вам группу реагирования, либо наряд для оказания помощи. Я думаю, что если мы их будем внедрять, мы будем их в первую очередь внедрять в тех местах, где и так силами нарядов муниципальной варты осуществляется патрулирование. Если говорить о парке Победы, там постоянно, круглосуточно находится наш патруль. И он может находиться в 100 метрах от кнопки, а может находиться, допустим, в 500. Вот время преодоления этого расстояния. Потому что связь, нажатие кнопки, связь с дежурным, получение информации, тут же связь по радиостанции с нарядом, ну, 2-3 минуты, 2-3-5 минут, зависит от того, где наряд. Ну, в общем-то, такие случаи происходят каждый день. Зачастую, к сожалению, 10-15% обращений это баловство, но все остальные все-таки это либо просьба вызвать скорую, либо просьба вызвать полицию. И буквально позавчерашний случай, когда нашли потерявшегося ребенка, граждане обратились, тут же пришел, прибыл наш наряд, связались с полицией. Оказалось, что родители разыскивают этого ребенка, и он благополучно был возвращен родителям. Ежедневно пишется отчет оператора о полученной информации, скажем, 5-7 обращений каждый день мы отрабатываем. Если вот закончится 21-й год, если мы будем видеть высокую эффективность, я думаю, что это опять же будет коллегиальное решение. Соберем группу, проанализируем работу. Если будет признана все-таки эффективной и нужной, с учетом стоимости, она достаточно недешевая, как на мой взгляд, я бы их расставил все-таки в местах массового посещения граждан, туристов, в том числе тот же Дюк, те же парки, улица Дерибасовская. На трассе здоровья можно определить раз в местах. Я думаю, что при эффективном использовании эксплуатации вот одного, 10-15 комплексов в городе можно будет поставить.